От отрицания до принятия. Как миллиардеры переходят на сторону криптовалют? Принятие криптовалют в мире растет, но за редким исключением оно пока не достигло финансовых элит, признанных лидеров бизнеса и инвестиций. Единственная фраза, которых может задать тренд чуть ли не для всего рынка. За последний год таких исключений стало все больше. Более того, некоторые скептики, которые еще вчера хоронили криптовалюты, теперь признали их право на существование. Илон Маск. Состояние 173 миллиарда долларов США. Ключевые активы Tesla и SpaceX. Основатель самых известных стартапов современности SpaceX и Tesla. В начале этого года Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Негласное звание главного визионера не мешает Маску время от времени высказываться и о криптовалюте. Хотя в своем твиттер предприниматель о криптовалютах чаще иронизирует, он неоднократно отдавал дань криптовалютам всерьез, точнее биткоину. Своей любимой криптовалютой сам Маск назвал монету мем Доджкоин. Возможно, потому что про нее бизнесмен любит шутить больше всего. Но это не мешает некоторым его читателям поднимать Додж на новые высоты после каждого подобного твита. В июле прошлого года цена монеты взлетела на 17% после твита Маска. В этом году пользователи снова запампили Доджкоин без какой-либо причины, и Маск не смог обойти это событие внимания. В 2019 году в интервью ARK Invest Маск назвал Ethereum среди заслуживающих внимания криптовалют. А за год до этого он сказал, что хочет получить Ethereum, даже если это скам. Но первым в списке достойных криптовалют, по словам миллиардера, идет, конечно же, биткоин. Структура биткоина впечатляет. Они, криптовалюты, обходят валютный контроль. Бумажные деньги отходят в прошлое. Криптовалюты, несомненно, лучше подходят для передачи ценностей, чем клочки бумаги, заявил он. В твиттер же Маск посвящает биткоину шуточные твиты. Их содержание настолько несерьезно, что сторонние наблюдатели иногда подозревают, что аккаунт взломали. Так произошло, например, в 2018 году, когда Маск отправил одному из пользователей аниме-картинку с логотипом биткоина. Ни одно такое подозрение не подтвердилось. Все подобные твиты Маск писал сам. Однако в целом такие мысли обоснованы, потому что его аккаунт часто становится объектом криптомошенников. Высказывание Маска относительно биткоина влияет на цену так же, как и на доджкоин. Всего лишь одно слово «хэштег биткоин», добавленное в Маском в шапку своего профиля, способствовало росту котировок. Кроме того, недавно Илон Маск поддержал писателя и автора книги «Биткоин-миллиардера» Бена Мезрича, который написал, что не против получать зарплату в биткоинах. Настоящий камин-аут Маск совершил в интервью в конце января. «Я сторонник биткоина. Я считаю, что финансовый мир близок к его широкому признанию. У меня нет мнения касательно других криптовалют». Он признался, что многие друзья убеждали его купить биткоин. Но, судя по всему, он этого так и не сделал, поскольку добавил, что припозднился с появлением на вечеринке. Так или иначе, теперь самый богатый миллиардер официально сторонник биткоина. Питер Тиль. Состояние 6,7 миллиардов долларов США. Ключевой актив – Palantir. Сооснователя PayPal, наряду к стати с Илоном Маском, и известного предпринимателя Питера Тиля можно назвать одним из первых открытых криптоэнтузиастов среди американской бизнес-элиты. В 2017 году Тиль практически предсказал будущее. Высказал главный тезис о биткоине как о цифровом золоте, который ближе к сегодняшнему дню станет превалирующим среди крупных инвесторов. «Я скептически отношусь к большинству криптовалют, но я думаю, что люди немного недооценивают биткоин. Его можно сравнить с резервными деньгами, как, например, золото. Биткоин – это средство хранения капитала, он не нужен для совершения транзакций», – сказал бизнесмен. В инвестиционной отрасли Тиль известен как инвестор. В 2005 году он вместе с партнерами основал Funders Fund, ставший впоследствии одним из самых известных венчурных фондов США. Несколько лет спустя после основания Funders Fund Питер Тиль принял участие в создании других инвестфондов – Valor Ventures и Methyl Capital. И венчурные компании Тиля достаточно активно инвестируют в криптоиндустрию. В числе объектов их инвестиций – майнинговая компания LayerOne, криптоброкер TagoMe, Stablecoin Reserve, криптолендинговая платформа BlockFi, сервис биткоин-кэшбэков Lolli. По информации СМИ не забывают фонды Тиля и про прямые покупки первой криптовалюты. В начале 2018 года газета Wall Street Journal сообщила о том, что Funders Fund активно скупает биткоины. Символично, что и платежная система PayPal, когда-то основанная Тилем, тоже повернулась к криптовалютам лицом и в 2020 году запустила сервис для инвестиций в криптовалюты. Ray Dalio. Состояние 17 миллиардов долларов США. Ключевой актив Bridgewater Associates. Сегодня Ray Dalio – известный публицист и один из самых авторитетных инвесторов в мире. Но с криптовалютами у него изначально сложились сложные отношения. Еще в 2017 году он назвал первую криптовалюту пузырем, хотя и признал ее работоспособность на концептуальном уровне. После этого Dalio хранил молчание больше двух лет. Вновь он заговорил о биткоине только в начале 2020 года. И, судя по всему, окончательно не смог остаться равнодушным, наблюдая ралли в конце года. Сначала финансист заявил, что биткоин не сможет заменить золото, так как от последнего не откажутся государства и центральные банки. А власти запретят биткоин, если тот станет слишком важным. Однако вскоре он признал, что может что-то упускать насчет биткоина, и попросил своих читателей в Твиттер помочь ему понять, что именно. Видимо, ответы возымели свое действие, потому что во время сессии ответов на вопросы пользователей Reddit в этом году Далио внезапно заявил, что биткоин и другие криптовалюты все-таки могут быть альтернативой золоту. При этом он подчеркнул важность диверсификации инвестпортфеля. Главное – иметь в своем портфеле различные активы, включая акции и диверсифицировать их. В дополнение к этим словам, на сайте Bridgewater Associates была опубликована большая статья Далио под названием «Что я думаю о биткоине». В ней автор представил свой концептуальный и финансовый подход к первой криптовалюте, по сути признав ее в качестве полноценного инвестиционного актива. Как написал знаменитый инвестор, криптовалюты стали невероятным изобретением. Изобрести новый тип денег через программируемую компьютерную систему, которая работает без перебоев около 10 лет и быстро набирает популярность и как средство расчета, и как средство сбережения богатства – это замечательное достижение. У биткоина есть потенциал сделать инвесторов очень богатыми и подорвать существующую денежную систему, говорится в статье. Но есть и риски. По мнению Далио, криптовалюты уязвимы к хакерскому взлому. Также они рискуют стать объектом новых ограничений со стороны государств, которые стремятся сохранить контроль над денежной системой. Другие криптоэнтузиасты среди миллиардеров. Есть еще несколько примеров, когда крупные инвесторы либо меняют публичную позицию о криптоактивах, либо открыто говорят о своих вложениях в криптовалюты. Один из них – Пол Тюдор Джонс, еще один популярный инвестор и управляющий собственной инвесткомпанией Тюдор Инвестмент Корпорейшн. Форбс оценивает его состояние в 5,8 миллиардов долларов США. В мае 2020 года Джонс неформально возглавил лагерь китов, решивших покупать биткоин из-за растущих рисков инфляции доллара. Заявив о том, что по этой причине он перевел 1-2% своих активов в цифровое золото. Хотя на первый взгляд это выглядит как несущественная цифра. На деле биткоин-активы Джона на тот момент составляли уже порядка 100 миллионов долларов США. Не исключено, что их объем вырос, ведь в конце октября финансист честно признался, что биткоин ему нравится даже больше, чем тогда. Ошибку скептической оценки криптовалют признал и соучредитель инвестиционной компании OCTRI Capital Group – Говард Маркс, состояние которого оценивают в 2,1 миллиарда долларов США. В меморандуме для своих клиентов Маркс рассказал о том, что его семья владеет существенным объемом биткоинов. И честно написал «Мои скептические взгляды не подтвердились». Часть капитала под управлением инвестировал в биткоин и миллиардер Стэнли Дракенмиллер. Об этом он рассказал в ноябре в интервью CNBC. При этом инвестор отметил, что биткоин может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото. Состояние Дракенмиллера – около 4,4 миллиарда долларов США. Еще один миллиардер, ставший более дружелюбным криптовалютам – Марк Кьюбан. Состояние – около 4,2 миллиарда долларов США. В 2019 году он сравнивал обладателей биткоина с коллекционерами комиксов и бейсбольных карточек. Но в январе этого года уже говорил о том, что биткоин способен пройти рыночный пузырь, так же как Амазон, которая преодолела пузырь доткомов и стала главной интернет-компанией мира. А позднее Кьюбан даже продемонстрировал знания в сфере DeFi. По мере дальнейшего взросления индустрии число тех, кто положительно относится к цифровым валютам, неизбежно будет расти. И хотя пока сторонников биткоина среди представителей финансовой элиты совсем немного, даже эта небольшая группа миллиардеров привлекает внимание своих коллег по цеху. Субтитры создавал DimaTorzok